Всем привет, друзья, с вами Александр Ска, мы продолжаем играть в World of Tanks Blitz, и на этот раз прокатимся на танке под названием AMX-31 Ерпрод. На данный момент этот танк продается за 10 тысяч голды, и я сам себе его взял. Пришлось, конечно, продать Т-22СР, но ничего, думаю, что потом опять выкуплю, потому что один раз уже так продавал. Ребят, давайте тогда сразу отправимся в бой, посмотрим, на что этот танк способен там. Все его плюсы и минусы обсудим, я посмотрел его ТТХ, так что будет что сказать. Попадаем с вами на карту Зимняя Малиновка против 4 восьмых уровней, то есть в топ, и против 3 девяточек. Не забудь поставить лайк, и желаю всем приятного просмотра. Так, ребят, на этой карте мы поедем с вами на фланг средних танков, потому что здесь это приоритетное направление, и тем более, когда вас спавнят именно с этой стороны, то есть внизу карты, у вас есть небольшое преимущество перед противниками, потому как именно с этой стороны фланг средних танков проще взять. Такая вот фигня, не самая сбалансированная карта, конечно. Т-54, не попадаем по Т-54, не знаю как, но, судя по всему, надо было чуть больше сводиться, или просто снаряд, как обычно, куда-нибудь исчез и так далее. Так, ребят, у этого танка УВНы минус 10 вниз, это очень комфортный показатель вообще для любых уровней. И среди девятых уровней, как я посмотрел, этот танк самый быстрый среди средних танков, то есть он хорошо разгоняется и вперед несется 60 км в час. И эти показатели, конечно же, просто офигенные. Блин, начать бы нам еще стрелять, конечно, поточнее, потому что я страдаю сейчас какой-то фигней. 311 залетает по Скорпион-G, средуха, ребят, здесь 310. Не самая офигенная средуха, конечно, среди СТ-9. И если взять, допустим, того же Е50 или стандарта Б, то у тех, ребят, средуха по 350. Ну, у этого танка, конечно же, есть свои преимущества, свои фишечки. Не знаю, постараемся реализовать все это дело в бою, получится или нет, посмотрим. Давай здесь немножечко упоримся, потому что Т-54 наглеет, и надо как-нибудь его отсюда убирать. Самое главное, чтобы сбоку сильно не накидывали. Блин, все-таки кто-то выдал, 453, Т-34-2, блин. Давай тогда по тебе постреляем. Броня не пробита, ну просто повезло. Как-то ВЛД там странно встало. Так, С-3 вроде бы на нас не смотрит, давай тогда назад отъедем. Хорошо, пробиваем этого парня тоже, здесь уже проедем вперед, посмотрим, по кому еще можно понастреливать. Блин, вот это ж надо было так выехать, 672, блин, объект 704, что ж ты здесь встал-то? Это было реально неожиданно. 34-2 будет меня выцеливать, да? Именно со мной хочет поперестреливаться, ладно, давай. Давай мы с тобой поперестреливаемся. Промахивается, потому что этому парню не хватило углов вертикальной наводки, слишком сильно он заехал на этот пригорок. Блин, ребят, здесь уже какая-то стрёмная у нас позиция, некуда на самом деле отъехать, но с нашей помощью уже 1600 накидали. Блин, объект 704, я почему-то подумал, что он стоит чуть дальше и мы можем немножечко выехать от бортов. Ну, конечно, ребят, на этом танке от бортов, допустим, как на Т-54, ты уже не поиграешь, потому что здесь не такая офигительная броня, но все же, как я понимаю, башня немного зашита. Давайте тогда после этой игры сейчас посмотрим, чем все закончится, зайдем сразу в Армор Инспектор, посмотрим, что по броне себя представляет этот танк, и уже от этого будем отталкиваться в последующих боях. Борщик стреляет по Тигру 2, не пробивает. Не, ну здесь, скорее всего, поражение, потому что борщ получается на один шот для их объекта 704. Если там пройдет альфа с фугаса, то все, это ГГ. Ну, вообще, ребят, не важно, потому что это самый первый бой на этом танке, можно сказать, и, конечно же, к нему стоит привыкнуть. Ну все, объект 704, как я и сказал, забирает с шота нашего парня на борще, и на этом заканчивается первая катка. Что ж, сколько мы там настреляли? 2245 настреляли, при этом нафармили 37 тысяч кредитов, кстати, без всяких бустеров, я считаю, что это классные показатели. И вот таким образом выглядит бронирование данного танка в Армор Инспекторе, друзья. Есть какие-то дополнительные экраны по бокам, но все же при этом всем броня очень картонная. И если посмотреть сзади на этот танк или по бокам, есть такие зоны, куда будут вас пробивать фугасами абсолютно все танки. СТ, ЛТ, вообще не важно кто. Но учитывая, насколько этот танк быстрый, резкий, маневренный, конечно же, вы не будете стоять на месте и не будете позволять вашим противникам по вам настреливать, тем более выцеливать всякие слабые зоны. А учитывая, что этот танк весь такой вот, видите, закругленный и так далее, все-таки зачастую по вам не будет проходить урон за счет всяких рикошетов, попаданий и тому подобного, друзья. Итак, если играть на этом танке от башни, что мы здесь видим? В маске орудия просто офигительные. Показатели 412 это то, что не пробивается даже по ТСАу 10 уровня. Поэтому можно играть от башни, конечно же, можно все это дело реализовывать. Если кто-то будет выцеливать вам щеки, ребят, то смотри, здесь есть некоторые промежутки, куда танк пробивается вообще легко. Но при этом броня очень разная в разных местах, поэтому не факт еще, что вас пробьют. Плюс вся вот такая закругленная, конечно же, это дает еще и шанс лишний раз зарикошетить снаряд противника. Вам могут выцеливать командирскую башню, но она опять же вся вот такая закругленная. Но, конечно же, уже без всякой брони пробивается легко. Если посмотреть по бокам на этот танк, то сбоку есть куда закинуть нам фугасик, но не во все места, потому что есть вот такие вот прослойки по 80 мм. И это уже хороший показатель. Сзади в корме башни 40 мм, сюда будут залетать фугасы, к этому будьте готовы. Конечно же, в корму лучше никого не пускать, это однозначно. Но учитывая, что танк реально быстрый, 60 км в час вперед, так еще и быстро разгоняется, вокруг себя крутится очень быстро. И учитывая, что УВНы составляют минус 10 градусов вниз, я думаю, что в умелых руках этот танк может стать настоящей имбой, ребят. Если развернуть пушку сзади, то получается углы склонения орудия вниз режутся до минус 5. То есть, когда вы от кого-то уезжаете, пытаетесь вести настрел вот таким уже, в таком положении, то будьте готовы, что у вас уже нет этих самых минус 10 вниз, а есть всего лишь минус 5. Ну, в некоторых ситуациях, возможно, это будет не очень удобно. По бокам есть экраны, ребят, это будет нас иногда защищать от кумулятивных снарядов. Не знаю, кстати, будут ли пробивать сюда кумулятивы, но мне кажется, что не должны. И фугасные снаряды, конечно же, будут стопориться об все это дело и проходить далеко не с полным уроном. Ну и по броне, ребят, вроде бы все, вот так вот выглядит, короче, этот танчик. Минус 10 это классно, то есть реально заехал куда-нибудь и ведешь настрел вот с такими углами склонения орудия. Минус 10, пушка вообще в землю втыкается. И давайте, ребят, посмотрим на его модули. И, судя по всему, я уже вижу одну из проблем этого танка. Впереди расположен топливный бак, значит, этот танк будет гореть, ребят. Будьте к этому готовы, будьте готовы нажимать универсальный восстановительный комплект. Также у нас боеукладочка расположена в корме башни, получается, под башней с левой стороны танка. И также есть боеукладочка даже в передней части танка, короче, весь танк в этих боеукладках. Но при этом 220 хп, это вроде бы не самый слабый показатель. Ну, не знаю, давайте 183-го еще поставим чуть позже, посмотрим, с какой вероятностью он заберет наш танк с одного выстрела. Сзади у нас расположен двигатель, который возгорается с шансом, по-моему, 15%, это не такой уж и большой показатель. 260 хп, это нормально. Впереди у нас по экипажу сидит мехвод, в голове, как всегда, заряжающий, командир и наводчик. И с вероятностью 19% бабаха забирает данный танк с одного выстрела. Ну, что, в принципе, ни много, ни мало, как бы, нормально, потому что у бабахи самый большой урон по модулям в игре. Ну и на этом, ребят, вроде бы по модулям все. Залетаем, друзья, во второй бой и постараемся здесь уже отыграть более результативно. И, кстати говоря, мы попали снова в неплохой такой топ против пяти восьмых уровней, и будет всего лишь две девятки, тем более карта неплохая для отыгровки от башни на СТ-фланге. Так что именно туда мы с вами сейчас и поедем, все бустеры отключены, поэтому посмотрим, сколько эта машина фармит. В предыдущем бою этот танк нафармил реально классные показатели. 37 тысяч за поражение. Блин, мне показалось это очень много, не знаю, с чем это было связано. Возможно, с тем, что я насветил 1600 урона тогда. Ну и настрелял сам 2200, но все-таки это было поражение, ребят. И мы не использовали голду, потому что, ну, все танки неплохо пробивает эта машина. Особенно, когда вы играете против восьмерок, против девяток. Пробития, ребят, короче, хватает. Куда я стреляю, фиг его знает. Немножко отвык, конечно, играть в World of Tanks Blitz, но будем возвращать. 301, ставим на гусеницу Т49, хорошо. Т49, может быть, даже с фугасов можно было пробивать. Здесь не попадаем, блин. Викерс упарывается немножко, лучше бы ты, конечно, назад отъехал. Иначе все может плохо закончиться. 285, почему-то альфа не проходит, и сзади у нас находится ИС-6. 388, вот сейчас уже альфа прошла, так причем хорошо. И Тигр-2 едет сюда, елки-палки. А где же наши тиммейты? Погоди, да... Да куда ты, Т-44? Что ты делаешь, господи? Вот это жесть. Не, ну Т-44 прям подставил, можно сказать. Получил я по заднице лишний раз. И теперь, ребят, нам ничего не остается, кроме как постараться уехать. Не попадаем, не попад... Ух ты, е-мое, не попадаем на ходу, так еще и врезался. На, держи, 318, раз так хочешь. Я, в принципе, не против. Давайте здесь поднимемся. ВК-101П поехал воевать. Это хорошо, можем помочь. Можем помочь, давай, ВЗ-шка. У меня же был... У меня же был форсаж, можно было им воспользоваться, ребят. Пытается меня выцеливать. Прячемся за этим парнем, ребят. Вроде бы пока что он нас как-то немножечко страхует. Т-49 остается шотным. Теперь можно попробовать его забрать. Хорошо, 100-01П все делает за меня. Что здесь происходит? Они все упарываются, пытаются по мне стрелять. В итоге пробивают 100-01П и он отправляется в ангар, ребят. Я тоже отправляюсь в ангар. Здесь просто уже что-то невероятное происходило. Три с половиной тысячи урона мы накидали. И при этом это поражение, ты посмотри. Вся команда отвалилась буквально за какие-то считанные секунды. Вот это жесть, вот это бой. Ну посмотри, реально команда, конечно, мало чего сделала. Но 100-01П все равно красавчик. Он сделал всего лишь 493 урона. При этом, как я понимаю, это два пробития. Но танковал для меня, спасал меня. Он прям по красоте. Поэтому он достоин лайка. Три с половиной тысячи урона, друзья. И при этом мы нафармили 32 тысячи кредитов. Для поражения, для девятого уровня. 32 тысячи кредитов. Что? Короче, пока что все устраивает. Все нравится. Катки, конечно, не самые результативные. Но мы еще с вами попробуем отыграться. Едем дальше. Заходим уже в третий бой на этой машине. Карта порт. Опять попали в топ. Ты смотри-ка. Постоянно пока что попадаем в топ. Против двух девятых уровней. И будут все остальные восьмерки. На этой карте, опять же, у нас должно все получиться. По-хорошему, этот танк можно здесь реализовать, если поехать туда, куда надо. А куда надо, ребята, это по прямой. Вон туда за мост. И попытаться занять там угол. И в таком случае можно будет доставить нашим противникам кучу неудобств. Тем, что мы будем настреливать сбоку потихонечку и так далее. Проезжаем здесь. Может быть, на перекатке получится по кому-нибудь выдать. Нет, пока противников нет. Погоди-ка, это хорошо. Можно проехать дальше. Проезжаем. Ну, здесь уже чисто на ходу стреляю. Кстати, ребят, я сразу говорю, что я заметил, стабилизация у этого танка не самая крутая. То есть реально на ходу, когда едешь и стреляешь, чувствуется, что круг разброса очень большой. Поэтому, ребят, не всегда, конечно же, стоит в этом плане рисковать. Не всегда будет риск оправдан. Самый ДПМный танк в игре несется на меня. СУ-122-54. При этом я забыл поставить второй ремкомплект, уже третью игру подряд. Что за жесть. Короче, этот парень будет нас сейчас расстреливать. Просто истреблять. Смотри-ка, не пробивает. Блин, ты смотри, не дает даже его закрутить. Ну, СУ-122-54 сам себе просто такая машина. Проходит перк как вовремя. Офигеть. Повезло ты, смотри, повезло. Блин, я не попадаю. И Т-34-3 заканчивает со мной. Да что такое, блин, не везет. Почему-то прямо упарываются в нас. Реально не дают реализовать как-то этот танк. Прям какая-то жесть здесь происходит. И при этом ты посмотри, где находится половина нашей команды. Даже большая часть в городе. И оказывается, там была вся перестрелка. О, ну тогда все понятно. Не, ребят, на самом деле, когда на этой карте вы видите, что кто-то едет в эту сторону, я считаю, что это уже показатель. Потому что на этой карте определенно нужно отыгрывать от фланга средних танков. Если кто-то едет в город, то все. Ну, велика вероятность, что этот парень или несколько ребят не умеют играть, не понимают разъездов. Может быть, они новички. Ну, или же просто не знают или не хотят знать, как надо играть, куда надо ехать, чтобы результативно отыгрывать и побеждать. Ладно, давай досмотрим, чем это все закончится. Ну, конечно же, для меня этот бой был совершенно нерезультативным. Потому что мы практически сразу же отправились с вами в ангар. Но ничего не поделаешь. Такие катки ведь тоже случаются, правильно? Я думаю, что и у многих из вас случаются такие же катки. Не у меня же одного турбослива иногда. И турбопобеды. Вот для меня это был турбослив, потому что в нас просто упоролось сразу несколько танков. И наша команда, получается, нас не прикрывала. Была в этом основная проблема, потому что когда едешь в угол, очень сильно надеешься, что вся остальная команда тебя поддержит. Что если тебя начнут там запирать, как и меня сейчас начали, то твоя команда начнет по ним отстреливаться и всячески им мешать. Но получается так, что я там остался совершенно один против двоих. Ну и ничем другим это не могло закончиться, кроме как поражением, ребят. Для меня поражением. А для нашей команды все-таки это победа. Ребята победили, молодцы, 1641 урона, при этом мы с вами нафармили 28 тысяч кредитов. Слушай, а показатели фарма реально неплохие. Ладно, едем дальше. В последний бой. Последний бой. Карта Нормандия. Встречный бой. И попали мы опять против восьмых уровней. Ты смотри-ка, пока везет. И даже учитывая, что везет, все равно почему-то не получается результативно отыгрывать. Это, конечно, печально. Хорошо, поедем здесь к мельнице. Постараемся повысвечивать противников. И будем надеяться, что в нас больше никто так сильно не упорится. И все-таки будет у нас какое-то пространство, какой-то спейс, для того, чтобы можно было понастреливать по врагам, побольше набить средушечки и так далее. Еще один 31 Ерпрод есть в команде. И вроде бы все ребята находятся левее. Даже не знаю. Надеюсь, что они нас поддержат и все-таки сместятся в эту сторону, потому что держать мельницу, ребят, здесь тоже немаловажно. Маловажно. И, блин, в этом бою я тоже забыл поставить второй ремкомплект. Что ты будешь делать? Объект 704 от нас получает. Пытается выцеливать. Еще раз получает. 333 залетает. Хорошо. Еще раз. Смотри. Прям разбираем этого парня. У него вообще нет шансов. Вообще. Просто ноль. Еще 300 получает. И все. Остается объект 704 шотным. Ну, видишь, зря он упарывался. Зря так выезжал. Здесь уже тоже можно немножечко упороться, ребят. Потому что противник остался один. Готов. Поехали тогда доберем объекта 704, который с самого начала хотел со мной поперестреливаться. Все-таки попадает. Зараза. 589. Это же надо было так получить. Попадание. Да как так? Попадание. Там было чисто в серую зону. Должно было быть пробитие. Ладно. Такое тоже бывает. Тигр 2 по ходу дела обратил на нас внимание. Кидаем по тигру. 337. Ребят, не знаю, получится ли с этой стороны еще понакидывать. Потому что они прям вот очень сильно обращают именно на меня внимание. И самое интересное, что я четвертый бой подряд не вожу с собой второй ремкомплект. И посмотри, мы ни разу ему не воспользовались. То есть он прям и не был нужен. Это что такое? Нет, орудия, ребят, здесь не самые точные. Это чувствуется. Бывают, конечно, орудия более точные. Ставим тигра на гусеницу. Как хорошо его развернуло. Прям по красоте. Начинаем пробивать ВЛД. Ребят, у тигра два, если что, что ВЛД, что НЛД одинаково зашито, поэтому можно пробивать именно ВЛД. Не знаю, хочется по лёве разочек кинуть. Потому что тигр вроде бы с нами не справляется. Он чисто, получается, на нас отвлечен, мы тем временем накидываем по другим ребятам. Но здесь он, конечно, уже пробивает. У тигра два не хватит ни манёвренности, ни скорости со мной конкурировать, поэтому можем начать его крутить и что угодно здесь вытворять. Реально, просто не оставляем этому парню вообще никаких шансов. Он развалился. Ну, видишь, он даже сгорел, решил там пообзываться и так далее. Бывает, бывает, тигр, прими мои соболезнования. Ты просто оказался ничтожен по сравнению с этим танком. Но это всё-таки девятый уровень, а ты восьмой, так что не обижайся. Может быть, в следующий раз когда-нибудь, ну, хотя навряд ли у тебя что-то и получится. 4304 урона мы с вами нанесли, при этом нафармили 60 тысяч кредитов. Это можно просто офигеть, как, на мой взгляд, 60 тысяч кредитов. Ребята, откуда такие показатели? Короче, всё, давайте тогда по выводам. Мне данный танк понравился и за 10 тысяч голды я думаю, что он 100% стоит своих денег. Если я не ошибаюсь, то в предыдущем году он продавался перед Новым Годом за 12500. Если я что-то напутал, то напишите об этом в комментариях. И уже тогда, ребят, этот танк стоил своих денег, а сейчас за 10 тысяч, ну, прям 100% его можно приобретать и не париться. Машина реально прям суперская, мне, короче, понравилась. Я не пожалел, что продал Т-22СР и всё такое, если что, я потом его обратно выкуплю. Ну и на этом всё, друзья, пишите своё мнение, как вам танк, понравился, нет, может быть, кто-то уже его тоже приобрёл. И если у тебя есть, что добавить к моему первому впечатлению, то пиши об этом в комментариях, обязательно обсудим. На этом всё, друзья, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, это очень важно, тогда вам будут приходить уведомления обо всех выпусках. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, подписывайтесь на Твич, там у нас проходят трансляции, все ссылки я оставлю в описании к видео. Адекватных вам союзников, друзья, и побольше побед. С вами был Александр Ска. Пока-пока.